Друзья, мы продолжаем наши встречи за кулисами новой волны и рядом со мной самый скандальный российский продюсер, человек, чье мнение волнует абсолютно каждого россиянина и каждое заявление которого вызывает бурную дискуссию. Иосиф Пригожин, дамы и господа, вот он здесь, в замечательной маечке с морскими животными. Привет, дорогой! Луи Витон, как сказал бы Кирокоров. Между прочим. Между прочим, да. Слушай, знаешь, это уже стало настолько общим местом эта марка, что, по-моему, надо искать какие-то эксклюзивы. Не-не-не, ну я бы с удовольствием нашел, просто сегодня мне это все подходит очень даже неплохо. А что касается скандального, хочу тебе сказать следующее. Справедливого. Ты знаешь, я что понял, с годами особенно люди не любят правду. Есть запрос на справедливость, на честность, но при этом честность никто не хочет. На правду обижаются больше всего. Да, поэтому как бы мы становимся заложниками собственных, скажем, желаний. Когда человек становится знаменитым или богатым, с ним приходится знакомиться заново. И ему хочется, чтобы его только хвалили. Вот я, например, очень спокойно отношусь на критику. Я даже на хейт нормально отношусь. Не все. Я говорю, если тебя хейтят, значит тебя увидели. Слушай, ну ты знаешь, это тоже такая позиция. Ты понимаешь, какое количество отрицательной энергетики ты на себя принимаешь в этот момент? Ты знаешь, я хочу сказать следующее. Вот после того, как все, что со мной произошло до этого, да, я выкарабкался, да, я как будто заново родился, да. Я хочу сказать, я стал на многие вещи смотреть проще. Ну потому что... Просто мы поясним, что Иосиф достаточно серьезно болел ковидом. Да, я хочу сказать, что если ты не можешь изменить мир, изменись сам и немножко встройся в систему, никогда не надо спорить с дураком, потому что ты сам станешься дураком. Ну смотри, просто я даже Лерку вчера спрашивал, я говорю, слушай, ты не хочешь его как-нибудь пнуть? И, так сказать, потому что это и на ее тоже влияет, да. К сожалению, осколки летят на Валерию. Я хочу сказать следующее. Смотрите, у меня до Валерии была самостоятельная жизнь, ты это знаешь. У Валерии была до меня самостоятельная жизнь. Но мы объединились, значит что-то есть у нас общего. Но это не значит, что мы с ней одинаково разделяем какие-то вещи, которые я высказываю. Ну, например, вот ты мой коллега, друг, да, звонишь и спрашиваешь комментарий по какому-то вопросу. Ну, то есть есть два момента. Я, кстати, никогда этого не делал. Да, не делал, да. Ну, например, ну ты знаешь, мне позвонили, я могу отказать, могу прокомментировать, но если есть волнующая меня тема, я на эту тему говорю. Соответственно, не важно в каком это направлении. И если это, ну, как бы, я же не оскорбляю, я высказываю свою точку зрения. Если меня спрашивают, значит она кого-то волнует. Не ты же звонишь там. Да, ну не я же звоню, возьмите у меня комментарий. Ой, Господи. Ну, что, я не правду говорю? Ну, прав, конечно, но просто... Можно, конечно, сказать, что Йосип Пригожин в каждой бочке затычка. Не возникает такое ощущение, знаешь? Слушай, это значит, я есть. Это значит, я интересен. Ну, когда песни будешь петь лучше? Песни петь? Да, ну, я это делаю хуже других, поэтому я хочу... Ну, сейчас от никого не останавливайся. Дело все в том, что... Давайте сделаем какой-нибудь репертуар в стиле русского шансона. Мне кажется, ты пойдешь... Ну, мне близок к репертуару Коли Носкову. Кстати, вот вопрос. По поводу как раз, ну, Коль, что сам вспомнил, Николай вернулся на сцену. Выглядит это, ну, скажем прямо печально. К сожалению, ввиду трагичных особенностей, которые с Николаем произошли. Должен ли артист вызывать жалость? Нет, не должен. Дело все в том, что у нас общество, запрос на жалость, на бедность, на то, чтобы обязательно артист должен быть неженатый, незамужний, и желательно, извини, в говне, да? Почему-то у нас не любят счастливых. Я не могу понять. Люди, чем больше вы посылаете... Вопросы не в этом, смотри. Я вернусь к Носкову, я тебе скажу. Так случилось, он певец. Он нашел в себе силы пробовать что-то делать. Если зритель пришел, и его это устраивает, он за собственные деньги получает, видит живьем артиста, который мог бы покинуть наш мир. Но он еще живой, и он пытается что-то делать. Я понимаю, понимаю вот твое там негодование. Это не негодование, это просто... У меня очень сложно к этому отношению. С одной стороны, я действительно понимаю, что это для него счастье, и, возможно, даже лекарство. Это лекарство. Если вы хотите, чтобы он умер, тогда он будет сидеть дома в свои юные 60 лет, грубо говоря. Потому что 60 лет сейчас это не возраст, понимаешь? И он будет просто... Ну вот представь себе, что такое слава, что такое признание, что такое встреча с аудиторией. Вот мы можем позволить себе прийти, дать интервью, выйти на сцену. Он этого лишен. Но хотя бы дать ему шанс... У него песня есть такая, «Дай мне шанс», да? Хотя бы дать ему шанс восстановиться. Это оздоравливает его. Музыка вообще – это главный эликсир молодости. И если ты однажды вступил на сцену, ты с нее уйти не можешь. Не нужно оскорблять взрослых артистов. Они чувствуют себя молодыми. Они чувствуют себя нужными, востребованными. И вы когда-нибудь... И у молодежи закончится карьера быстрее, чем у тех, у кого она сейчас до сих пор продолжается. И вы будете жалеть о том, что вспоминать, как вы, например, говорили, «Дайте нам новые лица». Посмотри, сколько новых лиц. Это понятно. Слушай, а почему вообще вот... Ну вот всем... Я же тоже иногда там получаю какие-то комментарии под своими постами в социальных сетях. Почему вот именно артистов, вообще шоу-бизнеса, как-то модно и унижать, и ругать, и... Потому что никто не ответит или что? Мы виноваты сами. Я хочу сказать, шоу-бизнес, как и кинематограф, стал настолько открыт, и всех стало интересовать как бы личное все белье. Слушай, вы, знаешь, вы с Лерой много сделали сами для открытия своей жизни в социальных сетях. Секундочку. Не только я. Мы не являемся трансеттерами, к сожалению. Все-таки трансеттеры другие люди. Программы «За окном», программы «Фабрика звезд» и всякое прочее. Поэтому мы все-таки не трансеттеры. Мы заложники. Это принципиально разные вещи. Ой, извини. Осторожно. Ой, 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 извини. Не разбил, не разбил. Вот. Поэтому... У него фотография Валерии на экране. Конечно. 18 лет вместе. Ты меня знаешь очень много лет. Сейчас я тебя знаю, когда у тебя были волосы. Да. Я никогда не лукавил. Я всегда был откровенным. Да. Дело все в том, что... Я хочу сказать, что касается домашней истории. Было два пути. Либо закрыть дверь, и тебя в замочную скважину бы перевирали бы все время. Вот как у Лободы. Да. Перевирали бы, оговаривали бы. Так у меня, знаешь, сколько искажают фраз из того, что я говорю. Меня это так бесит. Я не могу тебе объяснить. Друзья, журналисты, не искажайте смысл иногда. Вот ты знаешь, ты имеешь в виду одну, говоришь, они бирают, на заголовке убирают и дают другой текст. У меня со мной только что произошла точно такая же ситуация. У меня другая история. Тебе звонят, а мне, а мои посты на Фейсбуке перепощивают во всех средствах массовой информации, выделяя из них какие-то фразы. Вот. Вы делали, говорю, выдергиваете... Мы тут с тобой, кстати, вместе ЦУМ защищали недавно. Да, да. Выдернули из контекста и дали. И ты не знаешь, как на это реагировать. Понимаешь? Ну, невозможно за всем идти. Поэтому, понимаешь, какая есть новость? Вы новости читаете, нет, мы их продаем. Вот и все. Поэтому я поменял тактику, вместо того, чтобы все время убегать от камер, мы просто сказали, ну, заходите, смотрите, берите, что хотите. Ну, мне казалось, сейчас они наедятся, и потом не будут уже... А им все мало, мало. Понимаешь? Ну, сейчас закрываться глупо. Ну, согласен. Но я хочу сказать, что надо любить артиста и персоналия в отдельности. Нельзя ненавидеть человека. Чем больше ты посылаешь кому-то ненависти, тем больше ты вызываешь на себя негатива. Потому что на самом надо жить с добром к другому человеку. Понимаешь? И все получится. Вот в чем проблема. А когда ты живешь с червячком внутри, все плохо, все негативно, все козлы. А вы-то кто? Понимаешь? В этом весь вопрос. Вот сегодня нас в Сочи собрал фестиваль «Новая волна». Понимаешь? Вот мы все время говорим, вот я читаю комментарии старперы, не те, не се. Ребята, вы не понимаете главной вещи. Мы можем друг к другу по-разному относиться. Но фестиваль объединяет людей. Вот давайте представим себе, что сегодня после пандемии нет в Сочи фестиваля. Куда людям пойти? Что им делать? А тут они в одночасье, за одну неделю видят всех своих героев, всех своих звезд. Понимаешь? Они слушают и новые песни, и старые песни. Кому не нравится, тут не приходят. Это же выбор каждого. Никто же никого не заставляет. Никто же сюда же не ведут под дулом пистолета. Понимаешь? Ни на один фестиваль под дулом пистолета никого нет. Вот этот моднее, этот старее. Ребята, ведь всегда часовая компания славилась своим долголетием. Бриге там 250 лет, Адемар Пеге 250 лет. Ну я условно говорю. Люди восхищаются старыми зданиями, долголетием. Долголетие это есть гарантия стабильности, а банки которым по 300 лет. Понимаешь? Но почему фестивалю не может быть 300 лет? В конце концов, это же не бюджетные деньги, никому от этого плохо не становится. Это бюджетные, во всем мире это бюджетные. Вот Монтрёдж-жаз-фестиваль делается на городские, включая банковские деньги. Ребята, фестиваль это ярмарка, на которую приходят люди получить заряд энергии. Ну что, сидеть в этой пандемии и сдохнуть что ли? Согласен. В общем, давайте любить друг друга, уважать друг друга, относиться, скажем так, терпимее к какому-то чужому мнению. А главное, думать больше о том, чего достиг ты. Да, я хочу закончить просто. Самое главное, вот смотри, у тебя есть профессия, у меня есть профессия. Но я не хочу, чтобы нашу профессию девальвировали, обесценили блогерством, какими-то другими вещами. Потому что, например, ты мастер там эпистолярного жанра. Я и на сцене могу. Я и на сцене, да. Понимаешь, почему ты должен благодаря каким-то комментам лишаться этой профессии? Почему? Потому что кто-то сказал и какому-то ушлёпку не нравится, да мне на него плевать. Согласен. Как сказала Шанель, мне не важно, что вы обо мне говорите. Я о вас не... что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. Понимаешь? Знаешь, мне нравится ещё одна её фраза. Чем хуже идут дела, тем лучше нужно одеваться. Абсолютно верно. Абсолютно согласен. Ну вот, собственно, мы и демонстрируем этот замечательный афоризм в действии. Иосиф Пригожин был в эфире у нас на Одноклассниках и ВКонтакте. За кулисами новой волны в Сочи 2021. Впереди новые встречи с новыми людьми.